Сало в рассоле Понадобится чеснок, лавровый лист, перечерный горошком, кориандр, соль и сахар Для начала делаем рассол из расчета на 1 литр воды 300 грамм соли или полный 250 мл стакан или примерно 7 столовых ложек с горой Это считайте, как вам будет удобно Вот здесь у меня 2 литра воды Я сюда высыпал 600 грамм соли или 2 полных стакана Далее, на литр воды чайная ложка перец горошком Здесь у меня 2 литра поэтому я все кидаю в двойном размере 2 чайных ложки кориандр зерна и 1 столовая ложка сахара И сразу бросаем лавровый лист По 2 листика на 1 литр воды Вот я положил 4 листика Теперь этот рассол нужно закипятить Пока рассол закипает, режем сало Сало можно солить в 3-х литровом баллоне в кастрюле, в любом контейнере Вот я буду солить в контейнере Поэтому режем так, чтобы подходила по размеру посуды Вот так примерно Вот так примерно Сало отличное, с прослоечками Так что будет очень вкусное Еще обращайте внимание При выборе сала Нужно смотреть на шкуру Чтобы она была тонкая, а не толстая Тонкая шкура Это признак того, что свинка очень молодая И сало будет нежное и вкусное Вот здесь очень тоненькая шкурка И сало прямо вот пальцем протыкается Вот это признак хорошего сала Ну и теперь берем Укладываем сало в контейнер Сало плотно укладывать не надо Нужно так, чтобы было пространство для рассола Теперь сюда мелко режем чеснок И засыпаем пространство между салом Ну что, рассол закипел Дадим ему прокипеть 5 минут Рассол прокипел 5 минут Выключаем Теперь его нужно остудить до температуры Чтобы свободно терпела рука Ну что, рассол остыл градусов до 50 Заливаем сало Теперь кладем дощечку И какой-нибудь груз Чтобы сало утонуло Все И закрываем крышкой Оставляем так От 3 до 5 дней От 3 дней уже можно пробовать Это смотрите по вкусу Нравится совсем слабосоленое Через 3 дня уже можно вынимать и кушать Ну что, сало солилось 4 дня Я его попробовал на 3-й день Но мне показалось, что оно немного недосолено И 5 дней я его тоже солить не стал Потому что, думаю, 4 дня будет в самый раз Теперь мы берем Снимаем гнет Запах стоит прекрасный Сало просолилось Очень вкусное Ароматное Теперь его нужно просушить Его можно просто выложить куда-нибудь На поднос И подержать там несколько часов Для того, чтобы оно само просохло А можно все это дело Ускорить И просушить полотенцами Бумажными Или марлей Или просто полотенцами Вот так вот Ну что, попробуем разрезать один кусочек Сало мягкое Очень ароматное Полностью просолилось Так что, пробуйте так солить Это вкусно Вот такие получаются кусочки Ну а теперь оставшееся сало Берем Пакуем Пакеты И отправляем это все в морозильную камеру И еще не забывайте Если у вас в холодильной камере Лежит сало разного посола Может быть даже свежее То обязательно кладите в пакет с салом Записку Когда оно посолено И вообще соленое оно или нет И желательно каким способом Тогда через месяц-два Вы будете понимать Что это за сало Вот все это я сейчас кладу в морозильку